Библейский портал экзегет.ру представляет Четвертая глава второго послания к Тимофею, библейский портал экзегет. И четвертая глава, она такая, ну, с одной стороны, она не очень интересная, в ней мало каких-то таких ярких моментов, не найдешь глубокого богословия, а с другой стороны, она очень интересная, потому что она очень личная. Вот три главы это наставление Тимофею, четвертая очень кратко. Павел повторяет какие-то базовые положения, но потом рассказ о его собственной жизни, о том, как он с другими людьми общается. Видим какой-то очень живой портрет. «Пред Богом и Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, ради предшествия Его и Царствия заклинаю тебя». Вот такое торжественное начало, но это как бы последнее его наставление. «Возвещай слово настойчиво, при удобном и неудобном случае, будь терпеливым учителем, обличай, упрекай, призывай. Ведь придет время, когда они станут принимать здравого учения, а по собственным прихотям будут привлекать учителей, чтобы тешили им слух. Да, люди перестанут слушать истину и обратятся к россказням». Я думаю, что это то, что периодически и происходит, когда люди хотят слышать что-то приятное и отталкивают от себя все, что не вписывается в их представление о христианстве, да и о любом другом каком-то высоком учении. И вот, собственно, будь сверт в этом. В третьей главе уже было, здесь он просто еще раз это повторяет. И дальше такие очень пронзительные слова. «А я уже жертва на алтаре, настал час моего ухода». То есть жертва, которая готовится заколоть, кровь прольется. И одновременно это не просто смерть, это именно жертва, это принесение своей жизни Богу ради каких-то высших целей. «Я славно боролся, я совершил свой забег и веру сберег». Снова этот образ атлета, да, бегуна, который пробегает дистанцию и достигает финиша. «Теперь уготовил мне венец праведности, награда, да, за победу в состязании. И в тот самый день вручит мне его Господь, праведный судья, не только мне, но и всем, кто любит его и ждет его предшествия». То есть победа не лично его, но всех тех, кто вместе с ним. А дальше такие личные очень слова. «Постарайся прийти ко мне поскорее. Демос меня оставил, он предпочел нынешний век, ну то есть вот жизнь по законам этого мира, и отправился в Фессалонику. Крест ушел в Галатию, уйти в Далмацию. Разные области Фессалоник, то, что сегодня город Салоники. Галатия – это область в нынешней Турции, а Далмация – это, соответственно, нынешняя в основном Хорватия. Со мной один Лука, ну, судя по всему, именно тот, кто написал Евангелие и книгу Деяний. То, что Крест ушел в Галатию, уйти в Далмацию, возможно, означает то, что они отправились проповедовать. Мы точно не знаем. Ну, одиноко, только Лука рядом. Возьми с собой, приведи Марка, скорее всего, еще один евангелист упомянут, который тоже был спутником Павла, хотя они разошлись в определенный момент. И приведи Марка, он пригодится мне для служения. Тихика я отослал в Эфес. Еще один сотрудник – это все имена, которые в книге Деяний встречаются. Когда придешь, захвати с собой плащ, который я оставил в Траваде у Карпа. Одежды было не так много, как сегодня в эпоху синтетики и массового распространения магазинов. И книги, особенно те, что на пергаменте. Книги писались на папирусе. Это растительное сырье из Египта, из Дельты Нила. Оно относительно недолговечное. А пергамент – это кожаные свитки, поэтому они очень долго хранятся, стоят значительно дороже. И книги, особенно те, что на пергаменте. «Медник Александр причинил мне много вреда, да воздаст ему Господь по его делам. Остерегайся его и ты, он очень противился нашей проповеди». Ничего о нем не знаем. Может быть, в книге Деяний и в первом послании к Тимофею говорится о том же самом Александре. Но наверняка не уверены. Скорее интересен принцип. «Он причинил мне много вреда, да воздаст ему Господь. А ты остерегайся». То есть, с одной стороны, отказ от личной мести, а с другой стороны, трезвость, что вот его надо как-то все-таки осознавать как угрозу. «На первой моей защитной речи в суде не было со мной никого. Все оставили меня. Да не будет это им вменено вину». Идет речь, очевидно, о некоем судебном процессе. И понятно, что когда кто-то присутствует в зале суда, да, то проще говорить. Почему первое? Наверное, там долгое слушание, которое предполагает несколько таких вот раундов. «Так вот, да не будет это им вменено в вину». Тоже такой хороший принцип. Если, ну, оставили меня, ну что ж, ладно, Господи, прости им это. «Но Господь был подлимени и придавал мне сил, чтобы его весть прозвучала из моих уст, и услышали ее все народы. А я был избавлен из львиной пасти». Ну, преступников могли бросить львам. Это буквально, не просто образ, но буквальное событие, когда их бросали на арене цирка. Тогда цирк был не столько для клоунов и акробатов, сколько для разного рода боев. На потех публике, конечно. И вот приговоренных преступников могли бросить льва. И это, конечно, некоторая отсылка к книге «Деяний», где Даниил спасен в львином рве, да, то есть львы его не съели. «Господь избавит меня от всякого злодейства и спасет для своего царствия на небесах. Слава ему во веки веков. Аминь». «Приветствую Приску, Акилу и домашних Анисифера. Ираст остался в Каринфе, а Трофима я оставил больного в милете. Постарайся прийти до зимы». Вот Приска и Акила – это супруги и спутники Павла, которые в Каринфе ему помогали. Анисифер уже тоже был упомянут в этом послании. Ну, мы не о всех, конечно, знаем, что здесь есть, но такой вот набор имен, которые одновременно очень близки и дороги, и для автора, для Павла мы понимаем, что это очень такой вот тесный круг, и что человеческие отношения там тоже есть. Это все не просто богословие, это жизнь. «Приветствуют себя Эвбул, Пуд, Лин и Клавдия, как и все братья». Кто они, мы не знаем. «Господь Иисус Христос со Духом Твоим, благодать со всеми вами. Аминь». Вот так завершается это краткое и, может быть, не самое центральное, но, мне кажется, очень теплое второе послание к Тимофею. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok